Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум. Площадка от МТС. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, ребят, ну как обычно уже, давно пора запомнить, проходит замечательный конкурс на вот такой вот красивенький статтрековский Тег 9 скин из КС-2. Все это дело у нас разыгрывается бесплатно, конкурсы на постоянной основе, поэтому без приза, так скажем, не оставим тех, кто участвует в конкурсах. Поэтому обязательно залетаем, обязательно участвуем, ссылка есть в описании под этим роликом. Тег 9 у нас называется Брат, довольно-таки прикольное и приятное название, решил прикупить такой. Также у нас, возможно, такое, что помимо скинов из КС будем разыгрывать ключи, в принципе, уже разыгрывали, скорее всего, будем разыгрывать, поэтому имейте в виду, залетайте, участвуйте. На этом, в принципе, все. Всем желаю удачи, всем желаю приятного просмотра данного видеоматериала и, в принципе, как говорится, увидимся. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение Брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает, поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходьте на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене, там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше, поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Перезаписываю ролик из-за того, что Windows скинул мне мой микрофон, записал два обзора вам, а там звука нету. Просто супер, ненавижу Windows, данные эти обновления. В общем-то, делал я обзорчик на вот такие вот чипсы от русской картошки, кубанские томаты, новый вкус получается от русской картошки. Наконец-таки, завезли к нам в магнит эти чипсы, этот новый вкус. Плюс обзор у меня на канале был на другой вкус каких-то чипсов от русской картошки у них, потому что произошли редизайны, там шести вкусов вроде как, ну и добавился новый. Два новых, кубанские томаты, шашлык по-кавказски и получается четыре вроде как других старых чуть редизайн сделали. Так вот, или там пять, ну приблизительно. 23 апреля я делал эти обзоры и в тех обзорах я как раз говорил о том, что кубанские томаты тоже вышел новый вкус, но у нас, к сожалению, в магазинах магнита не продавались они, поэтому обзора на них не было, на этот вкус. Но, наконец-таки, завезли, наконец-таки могу сделать обзор и тут еще, на тебе сверху, микрофон выключается сам по себе автоматически, сбрасывается в программе. Суки. В общем-то, покупал в магазине магнит, 105 грамм, упаковка чипсов, 100 рублей стоит. Собственно, бренд, вы все прекрасно, наверное, его знаете. Русская картошка, супер чипсы, вкус кубанские томаты и город Краснодар. В принципе, те, кто не в теме, могут посмотреть мои предыдущие ролики, там я вроде как более подробнее объясняю. По поводу этих редизайнов русской картошки. В общем-то, у русской картошки произошли редизайны, запустили они конкурс, путешествия по России, другие призы. И, в общем-то, взяли там города России, да, опять же, вкусы России тут написано. Различные города, вот, например, Сочи. И изобрели новый вкус, придумали, скажем так, да, шашлык по-кавказски. И, например, это все связали с городом Сочи, потому что там, типа, шашлыки, вот это все оттуда берешься. Или, например, Мурманск, в мурманские креветки, например, там суперские. И сделали там мурманские креветки, например, назвали. То есть, такая логика. И, в общем-то, тут около семи, там, восьми вкусов, что-то типа того. Собственно, марка номер один в России. Что там еще? Говорил я, объяснял. Уже не помню. А, нифига себе, тут написано интересно. Чипсы картофельные со вкусом кубанских томатов. Кубань. Изображение и тексты на этикетке являются элементом дизайна упаковки. Тематическая карта является элементом дизайна и не является официальным источником информации. 0% лишнего жира. Задняя упаковочка чипсов, в принципе, не меняется. Только вот добавилась эта акция. Там, с призами, победой, участием в конкурсе и так далее. Так, в принципе, дизайн задней части упаковки такой же. Так. Ну, вроде как все. Можно переходить к самим чипсам. Я уже сидел, ел, кайфовал. Думал, сейчас буду умонтировать сидеть. Видосик. И тут такой, на, здравствуйте. Собственно, вот чипсы. Чипсы уже мне понравились. Вот. По запаху отдает как раз таки этим. Такой, знаете, приятной. Приятностью чипсов. Вот этим вот. Как будто они покрыты соусом. Что-то типа соуса чили. Но приятным таким соусом прям. Не жгучим, а приятным. Платким таким, сладеньким. Собственно, вот сами чипсы. На них есть даже немножечко либо лука, либо укропа. Зеленого лука. То есть это все дело видно. И сами чипсы покрыты. Ну, они такие чуть красненькие цветы у них. Такой, как будто вкус крова. Красные приправы на них, короче. Чипсы. Очень вкусные. Максимально приятные. Прям такой вкус у них сладкий. Сладкий вкус. У русской картошки, в принципе, год-два назад выходил как раз таки вкус. Похожий вроде как есть, не ошибаюсь. Уже давно не ел, не помню. Сладкие итальянские томаты. И вот что-то похожее с этими есть, кубанскими. Но все-таки там итальянские, а это русские. Кубани из Краснодара. В общем-то, чипсы вкусные. Со вкусом помидоров, томатов. Чипсы сами по себе приятные. Покрыты, знаете, вот чем-то, как я уже сказал, каким-то таким приятным соусом. Кушать приятные чипсы прям на душе тепло становится. И так же никакой жесткости в чипсах, в принципе, нету. Отсутствует какая-то жесткость. То есть для зубов прям максимально приятно. По поводу чипсов сказать, в принципе, больше нечего. Очень вкусные чипсы. Я уже, в принципе, ими наелся. Оценочки им однозначно 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока.